Основой социального государства, которым провозгласила себя наша страна, является бесплатное здравоохранение. А как на деле реализуется этот принцип? Проблем много, и одна из главных – значительная нехватка врачей и других медицинских специалистов. Причем с этим сталкиваются очень многие регионы России, за исключением разве что крупных городов. Порой просто некому лечить. В результате сложно говорить о доступности и качестве медицинской помощи. О том, как обстоят дела у нас в Алтайском крае, как решается эта проблема в нашем регионе, поговорим сегодня. Это программа «Ваша партия» и я ее ведущий Артем Кудинов. Ну и представлю гостей. Это министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. Дмитрий Владимирович, рад вас видеть в очередной раз в нашей студии. Это ректор Алтайского государственного медицинского университета Игорь Салдан. Игорь Петрович, спасибо, что пришли. И главный врач Рубцовской городской больницы номер 2 Сергей Воронкин. Сергей Владимирович, спасибо, что издалека приехали сюда к нам в Барнаул. Ну, господа, рад вас видеть в преддверии профессионального праздника. И тем не менее о проблемах, наверное. Дмитрий Владимирович, наверное, вам первому слову. Насколько все-таки велик дефицит медицинских кадров в Алтайском крае? Может быть, есть какие-то цифры, характеризующие остроту, что ли, этой картины в целом? Спасибо за приглашение. Мы с вами в предыдущей программе договаривались как раз-таки обсудить вопросы кадровые. И сегодня тема в преддверии действительно Дня медицинского работника. И о них мы сегодня и поговорим. В крае работает чуть более 8 тысяч врачей, более 21 тысячи средних медицинских работников. И, казалось бы, при столь значительной армии медицинских работников действительно в отрасли есть серьезный дефицит. Причем имеется и диспропорция. Казалось бы, в городе, в Барнауле уровень укомплектованности должен быть бы повыше, нежели чем насилие, а нет. Здесь больше возможности врачу подработать, больше возможности уйти в частную систему здравоохранения. И поэтому сегодня по разным специальностям уровень укомплектованности врачей достигает 48% в городе. На селе порядка 57%. То есть, по сути дела, повыше. То есть, даже на селе, тем условия более сложные, и тем не менее, там дефицит этот менее острый. И поэтому уровень совместительства и совмещения, то есть, интенсивность труда медицинского работника в городе составляет 1,8. По сути дела, за двоих. Что за показатель 1? 1,8. То есть, он совмещает и на работе. То есть, работает почти за двоих. Практически, да. А на селе 1,4. Чуть менее интенсивно. Но необходимо и понимать, что количество специалистов в городе, он, конечно, значимо выше. Поэтому здесь дефицитные профессии, узкие специалисты более ярко выражены. Ну вот, насколько я знаю, Дмитрий Владимирович, острая ситуация, если брать в территориальном разрезе по территориям. Ну, насколько я помню, в Рубцовске была очень сложная ситуация. Вот, Сергей Владимирович, может быть, вы расскажете, вы как бы непосредственно оттуда знаете ситуацию, что называется, не понаслышке. Что происходит сейчас в Рубцовске? В городе Рубцовске действительно кадровый голод есть. Вот. Город удален. За городом имеется небольшая дурная слава идет, да? Что-то... Ну, как... Дурная слава. Ну, что... Это когда-то давно было. Да, да. Пока стереотипы еще остаются, они живы. Вполне нормальный, приличный город. Я сам из Барнаула приехал работать главным врачом. Я был удивлен. Те слова, которые говорили о городе, на самом деле, то есть, это разница большая. Поэтому есть небольшие оставляющие в этом. Конечно, не все хотят медицинские работники, будущие, выпустившиеся из университета, ехать к нам. Но это была еще и наша вина в том, что мы к этому относились очень пока несерьезно, можно сказать. У нас были кадры, взрослые кадры, которые работали, и мы думали, они будут работать вечно. Но на самом деле понимаем, что все равно врачи много работают, большое совмещение, и, конечно, они уходят на пенсию. Ну, все имеет свой ресурс, наверное. И человеческий капитал в том числе тоже. И мы сейчас этот вопрос решаем новыми технологиями. Мы понимаем, что врачей мало, и мы их в ближайшее время не найдем. Вот давайте о новых технологиях мы еще вернемся и поговорим о том, как эта проблема решается. А меня вот в данный момент интересует, вот все-таки общих, каких специалистов не хватает? Вот может быть... Всех у нас, да. Вообще всех? Да, всех почти. И терапевтов участковых, и простых терапевтов, и пульмонологов. А насколько ситуация серьезная и острая, если брать, говорить о Рубцовске? Да, если взять по Рубцовску, то у нас капитация 38% всего, средняя по Рубцовску. В некоторых больницах до 32% капитация. То есть, две трети – это дефицит кадров. Да, да, да. Две трети от того, что должно быть вообще на самом деле. Поэтому ситуация, конечно, она может быть критичная, но на данный момент мы справляемся. Наши врачи делают все возможное, чтобы... Ну, это замечательно, что справляетесь. Я думаю, пациенты больные, им это не в радость вообще. Игорь Петрович, вот с вашей точки зрения, почему такая ситуация вообще сложилась? Вы ректор одного из крупнейших алтайских вузов, который готовит как раз кадры для нашего здравоохранения. Почему такая ситуация? Почему, вот вроде вы выпускаете каждый год, и все равно, так сказать, зачастую эти люди не доходят до места. Дмитрий Петрович, правильно сказал в самом начале. Нужно нас было с Дмитрием Дмитрием собрать 4 года назад. Тогда бы ситуация изменилась. Смысл, наверное, просто если в цифрах сказать... Я думаю, если бы даже все мы собрались здесь, я думаю, этот вопрос... Поскольку проблема эта универсальная и тотальная, и во многих других регионах такие же существуют проблемы, я думаю, здесь не в Дмитрия Владимировича, не в Игоря Петровича дело, не в их компетенциях. Пожалуйста. Конечно, да. Просто смысл сегодня вот какой. Мы третий год набираем тысячу студентов, а выпускаем 600. Вот даже вот эта диспропорция в 400 человек уже буквально вот через три-пять... До остальных-то девайте. Через три-пять. Их не хватает. Какое? Их и не хватает. И более того, да. То есть, они просто не... Почему? Действительно, то, что Дмитрий Джейджи правильно сказал. Почему? Все доходят. То, что мне сказал, сегодня порядка, наверное, 3,5-4 тысяч просто врачей, жду физических. Ну, правильно, вот коллега сказал, ну, врач не может работать за троих. И физическое выгорание есть. То есть, просто количественно, даже тех выпускников, которых вы производите, так сказать, их все равно не хватает. Уже изначально не хватает, да? То есть, конечно, нужно принимать порядка тысячу студентов, выпускать тысячу студентов. Мы сейчас вот это наращиваем. И могу сказать, что сегодня порядка 650 укол тайских школьников уже поступает. То есть, вы знаете, в целом... А там-то понимают это? Понимают. Потому что во многом решается вопрос от финансирования. Деньги-то оттуда. Увеличили финансирование, да. Сегодня порядка 500 уже у нас только бюджетных мест. А было около 300 небольших. Почти много, да? Да. Увеличиваются коммерческие. И вот сегодня даже здравоохранение уже начинает идти на то, что коммерческих студентов, как говорили, платных студентов, забирают к себе в государственные структуры. Даже вот это внимание. Понимаете? Потому что вроде как коммерческие не должны идти к государственной структуре. Какая разница? Учатся они все одинаково. То есть, все-таки почему, только ли количественными показателями все это объясняется? Дмитрий Владимирович, вы более широким взглядом обладаете. Здесь, наверное, такая комплексная проблема. И действительно, о чем Игорь Петрович сказал, даже чисто арифметически, если представить, мы знаем всех пофамильно студентов первого курса и знаем то количество выпускников, которое будет в 2024 году. И если арифметически сравнить количество выпускников и количество убывающих ежегодно, то мы не сможем восполнить тот дефицит, который есть по всем тем специальностям, а в Российской Федерации их 94. Это вторая проблема, с которой мы сталкиваемся. Достаточно много узких специальностей, по которым требуется укомплектовать кадры. То есть, нужно расширенное воспроизводство вообще? По сути дела, мы размываем те кадры, которые и так выпускаем в том количестве из высших учебных учреждений. Поэтому мы приняли вместе решение о том, что надо выделить приоритетные, я бы сказал так, профессии, в первую очередь, которые требуются населению. Это лечащие доктора сегодня, это терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, хирурги, анестезиологи-реаниматологи. Вот эти дефицитные специальности, которые закрыть должны в том числе в городе Рубцовске, в первую очередь, экстренную и неотложную медицинскую помощь. Далее мы отранжировали медицинские организации по уровням оказания. То есть, специалист как специалист, он формируется, ну как и в другой специальности, из опыта. Чем больше он сталкивается с этим заболеванием, тем более он опытный доктор. Поэтому такие, как пульмонологи, кардиологи, неврологи, в большем количестве должны появиться в так называемых межрайонных центрах. Вот город Рубцовск в данном случае является межрайонным центром для группы районов, которые окружают его. И там мы тиражируем, выводя, по сути дела, из города Барнаула. То есть, специалисты какие-то? Более узкие специальности. Поскольку мы из города Барнаула будем выводить, ну скажем так, технологии, которые можно и нужно приблизить к человеку. На примере, как в городе Бийске, в этом году мы открываем так называемый инвазивный центр. Мы уже об этом говорили. Это больные с таким тяжелым заболеванием, как инфаркт, миокарда, будут получать такую же квалифицированную помощь, как в Барнауле. В городе Рубцовске у нас на следующий год планируется открытие такого инвазивного центра. То есть, вот таким образом, поэтапно, даже тот ресурс, который ограничен, и на сегодняшний день мы планируем закрывать дефицитные специальности. Еще одна проблема, извините, это средние медицинские работники. Их также у нас в дефиците. Средние медицинские работники, это фельдшер, медсестры, медсестры, фельдшер. Говорить будем, наверное, в большей степени о фельдшерах. Почему? Потому что это скорая медицинская помощь, это ФАПы, по сути делает там помощь, которая на селе. У нас больше 800 ФАПов только в крае. Поэтому, помимо, скажем так, выделения приоритета, мы в этом году на уровне правительства края и губернатор дал поручение увеличили набор в 2019 году на 150 человек. То есть, у нас раньше выпускалось 850 средних медицинских работников из всех колледжа и медицинского технологии. в 2019 году набор будет на 150 больше. Дмитрий Владимирович, у нас в России и в регионе, насколько я знаю, действуют программы «Земский доктор» и «Сельский фельдшер». Они как раз и призваны решать, восполнить дефицит кадров в сельской местности, в территориях края, в малых городах и так далее. У нас как эта программа работает? Ну, в первую очередь, наверное, к вам. И вот, Сергею Владимировичу, вы, может быть, оцените, каким-то образом, коснулась вас эта программа или нет? Давайте, может, перекректировалась. Давайте. Программа работает, конечно, федеральная программа, и она не первый год реализуется. Были определенные сложности у нас в прошлом году. Но в большей степени по программе «Сельский фельдшер» мы как раз набрали в два раза больше фельдшеров для села, и это нам позволило в какой-то мере укомплектовать как раз-таки районы, в которых на сегодня работают на ФАПах медсёстры. Конечно же, программа, ну, скажем так, находится, на мой взгляд, на определенном пике популярности среди медицинских работников. И тому причиной не только та сумма средств, которая выделяется. Миллион. Миллион или 500 тысяч для средних медработников. Конечно же, это и тот престиж профессий, который они должны иметь, уезжая в район. Они реально-то остаются? Или какое-то количество времени отбывают этот срок, деньги осваивают, так я в кавычках говорю, и потом, так сказать, исчезают, их уже ничем не вернешь? Я могу вас вернуть всё-таки в советское прошлое, когда поднимали целину, и всё-таки люди, которые уезжали и строили БАМ, они в том числе и седали в тех населённых пунктах, которые строили. Да, часть населения возвращалась. Ровно такая же история и с врачами, и фельдшерами. Они часть остаются в районах, находят своё будущее, женятся, получают определённые привилегии, детей рожают, ассимилируются в том обществе. Часть действительно возвращаются, и эти средства тратят на приобретение квартиры. Дмитрий Владимирович, ну, не могу не спросить, Игорь Петрович, вас. Вот часто возникают с этой проблемой, да, нехватки медицинских кадров в сельской местности, да и в городе. Дмитрий Владимирович сказал, что и в городах, в общем, тоже эта проблема актуальная, остра. Возникает тема о возвращении, распределении студентов после окончания медицинских вузов. Ведь, ну, как бы не секрет, огромные деньги государственные, бюджетные тратятся на подготовку специалистов, а потом эти специалисты разбегаются кто куда, и, в общем, о, так сказать, реально работающих врачей, медицинских работников в больницах, поликлиниках не хватает. Как вы к этой идее относитесь? И, может быть, вы тоже выскажетесь. Вы ведь тоже выпускник. Давайте, Игорь Петрович, с вас, а потом к вам, Сергей Владимирович. Кстати, вот мы, Алтайский край, как раз из здравоохранения, получали почти 80% целевых мест от общебюджетных мест. И тем самым постепенно все равно это сокращает дефицит кадров. Более того, что здравоохранение как раз управляло кадры в районы. И главные врачи выбирали. Он в край сельский был всегда, поэтому большая часть И отправляли прямо из районов, специалистов, выбирали. У нас мединститут-то возник когда? 65 лет в этом году. 65 лет, это я поздравляю вас заранее. Ну, в годы освоения целины, конечно, в 64-м году. То есть он не случайно здесь появился? Совершенно верно. И создавался он для того, чтобы обслуживать, так сказать, именно вот... Именно целинников, да, лечить. Да, аграрное освоение территории. Поэтому и то, что сегодня вопрос идет именно о целевых местах распределения и закрепления специалистов, потому что здравоохранение знает, куда надо, в какой район, в какой город. Правильно сказали. Даже целинник сегодня направляется, он уже знает, что назад вернется, и его ждут. Так же, как можно взять готового студента тоже на это место, там, где есть дефицит. Ну, все-таки учиться 6 лет, потом 2 года ординатура. За 8 лет меняется время. Ну, а то, что сегодня разговор идет о строгом, будем говорить, такое бюджетном закреплении распределения... Вы-то бы рады были. Я так чувствую. Конечно. Проблема в крае бы лежалась быстрее. А вы как практикующий, как руководитель... Конечно, они заинтересованы за то, чтобы за нами закрепили данного студента. Вот. Я помню, из прошлого в Рубцовск мне рассказывали старейшины, сказали, что вот мы приехали целым поездом в Рубцовск. И большинство остались, и они составляют сейчас основной костяк медицинских работников, профессионалов в Рубцовске. Поэтому, конечно... Готовьтесь, Игорь Петрович прям будет вам эшелон присылать. Готовы принять. Прям поездом. Поэтому мы понимаем, что студент, когда учится в Барнауле, он привыкает к инфраструктуре, он смотрит эти кафе, развлечения, где-то родители живут здесь. И, конечно, мне хочется покидать... Среда более комфортная. Комфортная. Это, как называется, выйти за рамки своей комфортной среды. Поэтому, если будет распределение, да, может быть, первый у него месяц, конечно, будет проблемы какие-то, депрессия, а потом привыкаешь и работаешь в том месте, куда тебя направили. Нам, видите, что... Все-таки мы организации плановые, мы готовим свои будущие места, будущее развитие планы. Поэтому, конечно, хотелось уже понимать, сколько специалистов к нам придет под будущие технологии. Хорошо. Дмитрий Иванович, вам вопрос такой. Ну, вот понятно, подготовка кадров, но ведь можно еще и более эффективно использовать те кадры, которыми мы в настоящий момент располагаем. Я это к чему? Я о цифровизации, да, о том, что, так сказать, использование современных технологий позволяет даже при том, так сказать, количественном составе оказывать достаточно эффективную и профессиональную медицинскую помощь населению. Что в этом направлении делается? Какие планы вообще есть у вас для того, чтобы, ну, к примеру, телемедицину развивать, да, условно говоря? Сидят в Барнауле специалисты высококлассные и оказывают консультацию Сергею Владимировичу, если у него, может быть, Такое уже есть. Да, есть такое. Вот расскажите, может быть, оплата, как это будет развиваться дальше? Я думаю, информационные технологии – это залог будущего вообще здравоохранения на сегодняшний день, поскольку достаточно много технологий именно медицинских возможно делать, и в том числе в удаленном режиме. Сейчас даже, по-моему, операции дистанционно проводят, не просто консультируют. Есть и такое. Ну, как пример, то, что мы уже в этом году вполне реализовать можем – это дистанционное диспансерное наблюдение за людьми, кто перенёс, ну, в первую очередь, это инфаркт. Человек выписывается из кардиодиспансера, ему выдаётся определённый прибор, который мониторирует его состояние, пульс, давление, и передаёт доктору на расстояние, и это происходит в круглосуточном режиме. Мониторинг и реабилитация одновременно, да, в том числе после сложных операций? И помимо этого пациент принимает лекарственные препараты, это всё можно зафиксировать и видеть, подбор лекарственной терапии достаточный или недостаточный, есть у человека риск повторного инфаркта или нет. Такие технологии достаточно широко можно внедрять, особенно, в первую очередь, ещё раз, для сельского региона. А реально-то уже что-то, то, что касается информационных технологий, к примеру, в вашей больнице уже что-то работает? Я вам расскажу, конечно. Коротко, может быть. Первое, что самый пик консультации, видеоконсультации, мы периодически из краевой больницы проводим телемосты по тяжёлым случаям заболеванию больного. Ну, например, по каким? Чаще всего консультируйтесь. Чаще всего, являясь мы центром сосудистым, мы консультируем сердечно-сосудистые заболевания. Конечно, сердечно-сосудистые заболевания. Это инфаркты миокарда и, конечно, это осуношение мозгового кровообращения. Если мы видим, что динамика идёт не так, как по книжкам, по стандарту, то мы запрашиваем помощь наших коллег из краевой больницы и целым консилиумом, как с той стороны, как с нашей, проходит обсуждение этого больного. Мы уже давно передаём данные ЭКГ по теле Альтону в кардиоцентр нашего Алтайского края. То есть каждый врач на дежурстве сомневается, сомневается, он управляет ЭКГ данные в центр и там помогает ему расшифровать и поставить правильный диагноз и направить, скорректировать лечение, если необходимо. Игорь Петрович, а ваши выпускники, студенты вообще готовы работать в новых условиях. Это же как бы новые технологии, новое оборудование современное. Тем более сейчас смена поколений, так сказать, вот этого оборудования вообще как бы происходит. Ну компьютеры-то тут раз в два года, по-моему, или даже чаще менее. Новые, так сказать. Нет, правильно сказать. Вы видите, как последние вот эти вот буквально пятилетка резко изменилась, особенно вот это симуляционное обучение. Симуляторы и тренажёры, которые сегодня современные, позволяют полностью поиспредести любое заболевание человека. Это вы имеете в виду у вас симуляционный центр, который вы открыли? Да, да. Уже практически начинает студент подходить сначала к симулятору и тренажёру, затем сейчас углублено вот наше взаимодействие с практическим здравоохранением. Студенты начинают выезжать, приближаться на практику, летом, после каждого года приезжать на практику. Симулятор это, условно говоря, манекен, да? Я так представляю. Или нет? Не обязательно. Он полностью отражающий. Вы манекену задали, допустим, что у него пневмония. И он начинает выдавать вам пневмонию. И, соответственно, студент показания все эти показывает, изучает их и выдаёт диагноз. И ему автомат выдаёт этот диагноз. То есть они не боятся уже зато проходить к больному. Ну и вот этот поиск и приближение к самому больному, плюс наше взаимодействие практикующих врачей и преподавателей вместе. И когда уже студент подходит к самому больному в больницу, он уже не боится, когда приходит первый день. Хорошо, что врач не боится больного. Зачастую больные боятся врачи. Я о том, о культуре обслуживания, о том, что зачастую очень много жалоб со стороны населения пациентов на недисциплинированность, хамство со стороны, так сказать, работников лечебных учреждений, больниц, поликлиник в первую очередь, где чаще, так сказать, сталкиваются. Вот как вообще с этим-то быть на самом деле? Мы говорим о кадрах, о количестве врачей, а вот о качестве, так сказать, обслуживания. То есть тоже, по-моему, проблема-то очень важная. Мне кажется, здесь проблема общей культуры нашего общества. И врач, как составная часть этой культуры, в том числе на сегодняшний день, таким образом в том числе и отражается. Сегодня пациент, приходя на прием к врачу, он ознакомился с своим заболеванием, зайдя в интернет, поставил сам себе диагноз, назначил сам себе лечение. Опять больной виноват, да? Нет. Услышьте, пожалуйста, не бывает одной стороны всегда виноватой. И приходя, он требует определенного решения со стороны врача. Врач при этом в том числе… Дмитрий Владимирович, я вам конкретный случай из своей жизни. Можно? Вот я прихожу к врачу, у меня никакого диагноза, никаких представлений о своими заболеваниях. Врач вместе с сестрой сидят и во время приема больных принимают пищу. То есть, едят просто говорят. Потом я жду, пока они принимают пищу и разговаривают со мной. Вновременно ведет частные разговоры врач по телефону. Вот как вообще вот это все? Для меня это дикость вообще. То есть, как тут больному вообще вести к пациенту и так далее? Это общая культура, которую необходимо действительно повышать. И залог администрации, в первую очередь, учреждения для того, чтобы лояльность пациента к врачу хоть как-то повышалась. Это достигать общей культуры в врачебном сообществе, в своей конкретной медицинской организации. Конечно, то, о чем вы говорите, это неправильно. Тут полупиющие факты вообще на самом деле. И, конечно же, в первую очередь я не думаю, что у нас это повсеместно происходит. Все-таки доктора, люди с достаточно высокой профессиональной способностью и ответственностью перед своей специальностью. Но, еще раз я повторюсь, это залог обоюдного движения. И врач тоже принимает иногда неверные решения, неправильно реагирует. И в том числе эта проблема, о чем мы изначально начали с вами говорить, это тот уровень нагрузки физической при достаточно серьезном уровне нехватки врачей. Вы знаете, Дмитрий Иванович, пожалуйста. В первую очередь это участковая служба. Вот в первую очередь терапевт, он напереди, на передовой находится, и все беды и проблемы человека. И мы понимаем, что человек, приходя в больницу, он жалуется, он болеет, у него измененное в том числе и сознание. Дмитрий Иванович, я бы с вами готов был согласиться, но у нас масса профессий, где, кстати, и зарплата иногда бывает не выше, а может быть и ниже. Потому что низкая зарплата тоже часто ссылается на то, что у нас зарплата невысокая, что вы хотите от нас. И загруженность, напряженность, так сказать, работы тоже достаточно. Но тем не менее, людям, например, в торговле сейчас уже нет такого, как хамство, бескультурия, какое наблюдалось раньше, да, в известные советские времена. А вот здесь жалоб-то очень много. Как с этим бороться? Сергей Иванович, вы-то как у себя в своей больнице? Бывают наверняка тоже жалобы, случаи бывают. Конечно, бывают срывы у врачей, и бывают, что пациент недоволен, то есть отношением неправильно посмотрел врач на пациента, голос приповысил, то есть интонация, отвлекся. Конечно, это все неправильно, мы считаем, да. Мы, конечно, должны пациентоориентированными быть. Должны психологи работать. Конечно, да. Которых должны готовить, соответственно, Игорь Петрович должен готовить, и что у вас недавно появилось специально? Ну, вы специально как раз клинической психологии открыли, будем помогать. Будете помогать, в том числе и Сергея Вольфовича. Я почему говорю, ну, я даже поддержу, правильно? Вот мы же тоже вот сегодня начали, вот даже вместе. И студентов начинаем учить к культуре речи. Ну, нужно, чтобы к врачу относился тоже человек, правильно? Врач же тоже человек, мы все видим только в нем специалиста, а он же еще человек. Он своими домашними проблемами приходит, да, он пытается оставить. Вот как мы делаем, да. Это всегда виноват в России. Конечно, технологии сейчас есть такие, да. Мы делаем кодекс врача, кодекс больницы, то есть культура общения. То есть мы начинаем обучать наших и врачей, кто уже с опытом, и молодых. Вообще больному ему по барабану, это ваше внутреннее дело. Да, нет, нет. Кодексы, беседы, психологи. Он приходит и как бы хочет, чтобы к нему за его же деньги, поскольку система вся финансируется за счет средств налогоплательщиков. Бюджет – это же не абстрактная вещь. А как бы он хочет хотя бы получить… А что такое кодекс? Это норма правил поведения. То есть мы понимаем, что перед нами стоит больной человек. Иногда забывает врач после двух дежурств, да, поэтому он должен понимать, что этот больной человек стоит, как с ним правильно общаться, для того, чтобы не вызвать агрессию. Вот для чего мы обучаем. Вот мы пытаемся этому… Хорошо. Будем надеяться, что кодекс поможет вам. Дмитрий Владимирович… Бережливые поликлиники ввели же. Давайте подождем ту торговлю, которая изменилась. Давайте вежливые поликлиники. Бережливые, а будет еще и вежливые. Дмитрий Владимирович, ну и самый главный вопрос, что делать с низкими зарплатами врачей? Жалобы, несмотря на то, что отчеты вроде бы такие достаточно радужные, что все, как говорится, растет у нас, но тем не менее и жалобы остаются, и жалуются даже зачастую не столько на низкую зарплату, а на большую разницу в зарплатах руководителей, к примеру, главных врачей и среднего персонала, рядовых врачей и так далее. Ну, я хотел бы сказать, что на сегодняшний день, исходя из уровня совместительства и совмещения, уровень заработной платы у некоторых докторов выше, нежели чем у главных врачей. Поэтому… Ну, это отдельные случаи, скорее исключения. Это достаточно серьезные. Еще раз, при той уровне укомплектованности, когда 30% у Сергея Владимировича, уровень заработной платы у некоторых докторов превышает и 100 тысяч рублей. У нас главный врач краевых учреждений. Ну, а средняя какая у нас сейчас? Сейчас у нас заработная плата 48 тысяч рублей средняя для врачей. По системе здравоохранения в целом? По системе здравоохранения в целом, со всеми совместительствами и совмещениями. Это реальные деньги, выплаченные за 2018 год. Они номинированы финансово. Это по итогам года, да? Конечно. 48 тысяч рублей – это средняя зарплата по системе здравоохранения. По краю в целом, с учетом совместительства и совмещения. Совокупный доход доктора, с учетом отпускных и так далее. Всего, да. Поэтому, да, заработная плата, она разнится еще и исходя из районного коэффициента. У нас есть районы 15%, есть 25%. И там тоже она может разниться. Хорошо, господа, давайте будем завершать. Мы уже подходим к завершению нашей программы. К сожалению и увы. Но, тем не менее, очень короткий вопрос в режиме Блица. Понимаю, может быть, он сложный. Но, тем не менее, постарайтесь ответить коротко. А все-таки, когда дефицит врачей, работника здравоохранения в нашем крае будет преодолен? И когда больные и все жители края могут получать квалифицированную профессиональную медицинскую помощь в полном объеме, как то необходимо? Дмитрий Иванович. Я думаю, мы к 2024 году закроем основные проблемы по основным специальностям, о которых я говорил. Это терапевты, педиатры, акушеры, гинекологи, врачи, анестезиологи, реаниматологи, хирурги. Это, в первую очередь, те базовые специальности, которые мы должны иметь. По ряду направлений выстроим, так скажем, маршрутизацию пациента на уровень межгородного центра. То есть, пять лет? Пять лет? Нет. Двадцать четвертому? Мы не закроем всю потребность, которая есть в отрасли. Это однозначно. И мы должны с вами сконцентрировать все усилия на основных специальностях. Те нормативы, которые есть, они, я вам уже говорил, даже арифметически невыполнимы к 2024 году. Поэтому задача нам вместе сконцентрироваться и выпустить тех докторов, которые требуются. Сергей Владимирович, ну, после министра, конечно, сложно высказывать свои оценки, но, тем не менее, вам-то как видится, в течение пяти лет, ну, к примеру, в вашей больнице, в Рубцовске? Мы подготовились, у нас очень большая программа целевых мест, то есть, мы очень много целевиков обучаем сейчас. Поэтому, я думаю, что к 2022-2023-му наш межгородный центр будет укомплектован почти до 70%. Хорошо. Игорь Петрович, повышенные обязательства? К 2021-му, к 2021-му. Мы так идем, 24-й и неопределенно, 22-й, 23-й, ну, и вы, значит, соответственно. Совершенно правильно сказали. В 2021-м году мы выпустим первую тысячу врачей. Ну, тысячу все равно. Главное, я правильно сказал, главное, качество и точечно. Хорошо. Мы не знаем, кого нам надо выпускать. Хорошо. Ну, будем завершать. И в заключение, сегодня мы говорили о проблемах алтайского здравоохранения. Их много, и самая острая, пожалуй, нехватка людей, врачей, фельдшеров, медсестер. Доступная и качественная медицина – это прямая, подчеркну, прямая ответственность государства. Основное – социальное обязательство власти. Пока эта проблема ни в целом по стране, ни у нас в крае так и не решена. Ждем и надеемся, что чиновники поставят правильный диагноз и назначат эффективное лечение. Ну, а всех медиков и их пациентов с Днем работников здравоохранения, или как, с Днем медицинского работника, правильно, да? Берегите здоровье, не будьте пешками в этой жизни. Всего доброго, встретимся через неделю. Субтитры подогнал «Симон»!